Девушки отдыхают В причастности к террористической деятельности уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ, обнаружено оружие, а также нейтрализованные мины. В Тель-Авиве прошла массовая акция протеста после отставки Йоава Галанта с поста министра обороны. В течение пяти часов демонстранты перекрывали одну из самых главных транспортных артерий Израиля – шоссе Айелон. По данным правоохранительных органов, были задержаны около 40 нарушителей порядка. Полиции пришлось применить водометы для разгона митингующих. Напомню, что накануне премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху уволил Йоава Галанта с поста министра обороны, заменив его Исраилем Кацем, который на сегодняшний день занимает пост министра иностранных дел. Глава правительства заявил, что между ним и Галантом в первые месяцы войны царило доверие, что способствовало продуктивному сотрудничеству. Но в последнее время возникли существенные разногласия. Федеральная служба безопасности России рассекретила архивное уголовное дело участника массовых казней евреев в Старопольском крае, которое проводилось еще КГБ СССР. Согласно документам, уроженец Омской области Иван Класс в 1941 году оказался на оккупированной немцами территории в селе Федоровка Николаевской области Украины. Там он работал автослесарем и добровольно вступил в ряды немецкой армии, принимал участие в уничтожении евреев, живших на территории СССР, а также в конвоировании людей до мест расстрелов. Мужчина причастен как минимум к смерти 6000 человек, среди которых были стреки и дети. В 1944 году предатель сдался в плен, однако с 1947 по 1949 год продолжал проводить антисоветские агитации и восхвалял гитлеровский режим. Только лишь в 1965 он был приговорен к расстрелу. Отмечается, что работа по установлению розыску нацистов и их пособников стала приоритетной для сотрудников органов безопасности более чем на три последующих десятилетия. Субтитры создавал DimaTorzok